Ух, давненько не было роликов на канале. Прошу прощения, но мне надо было для того же кайникулы, как и всем. Теперь все ролики будут выходить, как и всегда. Сегодня у нас ролик с темой Майнкрафт Открытие. Насколько сильный Стив? Герой, которого мы управляем в игре. Это вторая часть. Думаю, некоторые люди из вас уже смотрели этот ролик. Но из-за музыки, которую я использовал, Ютуб вежливо попросил меня его удалить. Что мне пришлось и сделать? Это перезалив с нормальной музыкой. А завтра ждите что-то новенькое на моем канале. Надеюсь, вам это понравится. Ну что же, начнем с... Вы когда-нибудь задумывались, кем мы играем в Майнкрафте? Ну вот серьезно, задумывались? Воу-воу-воу, стоп. Это же уже было. Да, я знаю, в прошлом видео мы с вами не до конца дали ответ на главный вопрос. Насколько же сильный Стив? Сегодня мы с вами постараемся дать ответ на этот вопрос. Сможет ли наш Стив унести целую пирамиду Хлопса, которая весит более чем 6 миллионов тонн? Как вы считаете? Приглашаю вас на просмотр нового видео с темы Майнкрафт Открытия. О том, насколько сильный Стив. Друзяшки, а теперь давайте помогите мне в игре Викинги Война Кланов. Началась битва королевств, в которой мне нужна ваша поддержка и ваши силы, чтобы наше с вами королевство продержалось дольше. Именно твоя поддержка самая важная. Пересоединяйтесь к моему клану. Ссылочку на скачивание есть в описании для андроида и айос. Жду твоей помощи, для меня это очень важно. В моем клане Неркин Бар. Давай, жду тебя! С предыдущего материала мы знаем, сколько весят настоящие руды Майнкрафта, и что Стив может унести в своих руках. Если кому-то интересно, вы можете перейти по ссылке в описании, и вы сами найдете всю информацию, которая вас интересует. Начнем с того, что мы с вами решили несложную задачу. Самое тяжелое, что есть в Майнкрафте, это зачарованное золотое яблоко, или же яблоко ночи. Оно состоит из 8 золотых блоков. Один блок золота весит более чем 19 тонн. Вес одного зачарованного яблока примерно 154 тонны. В ролике мы так и не достигли самой главной цели. Сможет ли наш Стив поднять целую пирамиду Хеопса? Если мы возьмем каким-то образом заполнить весь наш инвентарь зачарованными золотыми яблоками, то в итоге у нас получится примерно 355 737 тонн. Это будет весить примерно 1 девятнадцатую часть пирамиды Хеопса. Но мне этого мало. Я хочу, чтобы наш Стив поднял целую пирамиду. И сегодня я постараюсь это сделать. Для того, чтобы заполнить наш инвентарь золотыми зачарованными яблоками, нам потребуется примерно 18 тысяч 432 блока золота. Это 165 тысяч 888 слитков золота. Это довольно много. Но ничего, наш Стив поднимет еще больше. Буквально две недели назад прошел всеми известный Майнкон 2016, который проходил в Калифорнии. Попасть мне туда не удалось, но я смотрел видеотрансляцию этого события. На второй день Майнкона Джеб нам представил новую версию Майнкрафта 1.11 исследовательское обновление, где показал офигенные нововведения в игру. Одним из нововведений были коробки шалкера. Грубо говоря, своеобразный рюкзак, которым есть 27 слотов. Создать его можно будет, убив шалкера в городе края и собрав с него всего лишь две ракушки шалкера. В карманах нашего Стива есть 36 слотов. В каждой из них мы можем положить коробки шалкера. Увы, мы не можем положить коробку шалкера в коробку шалкера. Разработчики об этом подумали. Если бы это было доступно, тогда бы мы имели почти бесконечный инвентарь. Это было бы глупо, на мой взгляд. После просмотра трансляции, я даже не задумывался о том, что мы вообще можем это сделать. В комментариях под роликом, где я объяснял про новую версию Майнкрафта, один пользователь написал мне, «Неркин, а с таким обновлением, что может унести Стив?» И вот тут меня осенило. Взяв калькулятор и листик в руки, я начал считать. Таким образом, с помощью коробки шалкера, один слот в нашем инвентаре увеличивается в 27 раз. Для того, чтобы скрафтить 36 коробок шалкера, нам понадобится 72 ракушки шалкера и 36 сундуков. Далее осталось дело за малым. Берем все наши коробки шалкера и заполняем все эти коробки зачарованными золотыми яблоками. Вес коробки шалкера я не могу учитывать, потому что этого предмета в реальной жизни нету, а точных данных о том, сколько он весит, нигде нет. В итоге, если мы заполним все доступные в нашем инвентаре коробки шалкера, то нам понадобится 497 664 блока золота. Это 4 478 976 слитков золота. Мы все ближе к разгадке этого тайного вопроса. Думаю, многие уже из вас готовы узнать, сколько будет весить весь наш инвентарь. Это будет весить 9 604 915 тонн. Мы с вами перевыполнили наш план. Это успех. Я долго мучился тем, чтобы все-таки наш Стив смог поднять целую пирамиду Хеопса, которая весит более чем 6 миллионов. Таким образом, наш Стив сможет унести полторы пирамиды Хеопса. Теперь я могу пересмотреть свое высказывание насчет Стива. На самом деле, наш Стив и есть уж таким сильным бодибилдером. Мне кажется, это самый сильный игровой персонаж, который может вот столько поднять, а после этого спокойно бежать и не показывать свою усталость. Майнкрафт обновляется. И с каждым обновлением он стоит все лучше и лучше. Это только моя точка зрения. Многие старожилы Майнкрафта напишут, что Майнкрафт раньше был лучше. Но почему-то все играют на новых версиях, а не продолжают играть в старые. Напишите мне в комментариях, какая версия Майнкрафта вам по душе. Все ответы я прочитаю, а лучший из них покажу в следующем выпуске. Мы до конца не можем сказать, что самый тяжелый предмет в Майнкрафт это зачарованное золотое яблоко. Мы до конца не можем сказать, что самый тяжелый предмет в Майнкрафт это золотое зачарованное яблоко. Может в следующем обновлении они добавят две новых руды, таких как осми или же иридии. На сегодняшний день это самые тяжелые руды в мире. Но с полной гордостью и уверенностью мы дали ответ на интересующий нас вопрос. Сможет ли Стив поднять целую пирамиду Хеопса? Да, сможет и даже перевыполнит эту миссию. Надеюсь я немного расшевелил ваше мышление. Мы с вами открываем Майнкрафт по-новому. Если этот материал тебе понравится, то ты в любой момент можешь поставить лайк за мои старания и написать в комментариях, что бы ты хотел увидеть в следующем ролике. Также можете подписаться, если вы еще не подписаны. Плюс к этому не поленитесь перейти на мой канал и нажать на небольшой звоночек. Тем самым вы сможете получить оповещение о том, когда выйдет следующий ролик с темой Майнкрафт открытий. Я с вами прощаюсь. Держитесь, мы с вами открываем Майнкрафт по-новому. Еще услышимся! Майнкрафт 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 Майнкрафт